Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Эх, дороги, ух, дороги!» До Нового года остались буквально считанные дни, и сегодня нашим 16 выпуском, что символично мы подведем итоги 2016 года, всех наших съемок, всех наших проверок. Вспомним каждую дорогу, которую мы проверили в этом году, ни одна не останется без внимания, и обязательно продолжим это делать в следующем. Ну а сейчас вспомним те дороги, которые мы проверили в 2016. Субтитры создавал DimaTorzok Кроме того, оценки 10 местных жителей, отдельная оценка местного жителя, профессионального водителя, и оценка ведущего, а также наш мокрый тест. Начнем с нижней части таблицы. Худшей летом стала дорога, а точнее ее участок, относящийся сразу к двум улицам краевого центра, 45-й параллели и 50 лет в ЛКСМ. Этот промежуток дорожного полотна набрал всего 6 баллов из 30 возможных. Вот что нам тогда рассказали местные жители. Ну вот как вам вот эта дорога? Да ужасно, невозможно ездить, машину разбиваешь. Мешаешь проезд друг к другу, как бы объезжаешь. Ну как бы некомфортно. Оценку по пятибалльной шкале вот этой дороги? Нулевая. Улица Ленина в Кочубеевском, Орджоникидзе в Надежде, Садовая в Светлограде и Даватора в Изобильном набрали от 8 до 10 баллов в нашем рейтинге. Это плохой результат, но, увы, он соответствует качеству дорог на этих улицах. Дорога на улице Водопроводной в Невиномыске набрала 11 баллов. И когда мы еще раз приехали в город Химиков осенью, нам рассказали, что эту дорогу уже ремонтируют. А вот дорогу на улице Ишкова в Михайловске ремонтировать так и не начали. Летом она набрала 12 баллов. Надо срочно руки помыть. Говорят, кто на улице Ишкова трогал дорогу, могут ямы потом на руках появиться. Воды! Продолжим подниматься вверх по нашей таблице. Улицы Калинина, Пушкина, Ленина, Сляднего, Тухачевского и Колхозная из Невиномыска, Светлограда, Михайловска, Надежды, Ставрополя и Изобильного соответственно расположились с 9 по 14 место в нашем рейтинге. Дороги на этих улицах набрали от 17 до 26 с половиной баллов. Хорошая дорога, хорошее покрытие. Дефектов как таковых самого покрытия нет. Ровное, без выбоин, без трещин. Покрытие. Освещение. Есть освещение, разметка, да. Но, опять же, существует проблема расположения опоры искусственного освещения вблизи от проезжей части. Такие комментарии от нашего эксперта получила дорога на улице Калинина в Невиномыске. И, в принципе, похожую характеристику можно дать всем вышеперечисленным дорогам из середины таблицы. В верхней части нашего рейтинга расположились следующие улицы. Свободная из села Надежда, Ленина в Ставрополе. Трасса Кочубеевская-Балахоновская-Армавир, относящаяся к селу Кочубеевскому. Также улица Гагарина из того же Кочубеевского. И улица Донская из Изобильного. Все дороги на этих улицах набрали 27 баллов. Это очень хороший результат. Однако возглавляют нашу таблицу три улицы, набравшие 28 баллов. И так лидерами стали улица Тухачевского в Михайловске, улица Степная в Невиномыске и улица Калинина в Светлограде. По пятибалльной шкале как оценить? 10. Ну, то есть 5, да? 5. 5 с плюсом даже. 5 с плюсом. Хорошо сделали. Дорога ровная, машина едет ровно. Это просто подарок, правда. Я работаю по маршруту, и приходится не менее 10 раз проезжать по маршруту здесь, по этой дороге. Это просто подарок. Это не специалист, это прям подарок. Это подарок, ребята. Вот такой специалист встретить на дороге такого человека – это подарок. А для него подарок – вот такая дорога. Давайте дарить друг другу подарки почаще. Если сложить баллы по населенным пунктам, то летом в результате наших проверок лучшими оказались дороги Михайловска, на втором месте дороги в Изобильном, третьим стало село Кочубеевское. Вне тройки лидеров оказались Надеждинские дороги, Ставрополь, Невиномыск и Светлоград соответственно. Вот так или вот так? Нормально. Вот так или так? Нормально. Ну не можешь, да, показать? Нормально. Осенью мы продолжили проверять дороги. 21 дорожное полотно подверглось нашей экспертизе. Но давайте обо всем по порядку. Осенью мы решили немного изменить количество выставляемых баллов. Теперь каждая дорога могла набрать их не более 20. В подвале нашей таблицы разместились 7 дорог, которые не смогли набрать больше 10 баллов. Самыми плохими признаны дороги на улице Оранжерейной в Железноводске и на улице Ленинской в селе Александровском. Стоит отметить, что помимо дороги на Оранжерейной в нижнюю часть нашей таблицы попала еще одна Железноводская улица – Калинина. Еще одна улица в Железноводске, которую мы сейчас будем оценивать – это улица Оранжерейная. Красивое название у улицы и очень некрасивая дорога. Друзья, ну, здесь нашли люди выход. И, как вы видите, вот дорожный ремонт здесь проводился. Здесь ямы заделывали водой. Ну, это, конечно, все шутки. И, может быть, было бы смешно, если бы не было так грустно. Дорога здесь ужасная. Очень много ям, очень много выбоин. Абсолютно не оборудованы практически обочины. Кроны деревьев нависают над дорогой. Помимо этого, линии опоры электропередач также расположены очень близко к проезжей части. Правда, только по одной стороне улицы. Но при этом они никак не огорожены. Это тоже минус. Дорожных знаков, ну, лично я здесь вот пока что не вижу. Это тоже плохо. Потому что дорожные знаки все-таки должны быть. Разметки здесь такое чувство, что не было вообще никогда. Я ставлю этой дороге один балл. Кроме того, в Нижней Семерке оказались дороги на следующих улицах. Улица Коммунистическая в Невиномыске. Улица Подгорная в селе Грачевка. Улица Железнодорожная в Новоалександровске. А также улица Крестьянская в селе Донском. Ремонт дорог на вышеперечисленных улицах остро необходим. И мы надеемся, что эта проблема будет решена уже весной, когда сойдет снег. В середине таблицы расположились дороги, у которых есть определенные недочеты. Здесь представлены следующие улицы и населенные пункты. Улица Садовая в селе Донского, улица Матросова в Невиномыске, улица Гагарина в селе Александровском, улица Менделеева в Невиномыске, улица Серова в Краевом центре, улица Красноармейская в Александровском, улица Красная в Донском и улица Шоссейная в селе Грачевка. Все эти дороги набрали от 10 до 15 баллов. И сейчас, друзья, мы находимся на улице Садовой. Что можно сказать о ней? О ней, собственно, что говорить? Ее надо показывать. Вот она, дорога на улице Садовой. Вот такие ямы, в принципе, по всему дорожному покрытию. Что можно сказать еще? Обочины не оборудованы, разбиты. Линии электропередач и опоры непосредственно не огорожены, находятся очень близко к проезжей части, что, естественно, минус. Кроме того, мало знаков пешеходных. Все знаки пешеходных переходов, опять же, не на желтом фоне исполнены, как должны быть по новым правилам. Если ставить оценку дороги на улице Садовой, то я поставлю 2 балла. Слушайте, а я что, 2 балла поставил? Вроде, ну, вот нормальная дорога, по-моему, нет? А, не, все правильно, 2 балла, да. Просто без вариантов. Первые 6 мест в осенней части нашей программы распределили следующие улицы. Улица Гагарина в Новоалександровске, улица Ленина в Железноводске, Льва Толстого в Новоалександровске, улица Ставропольская в селе Грачевка. Безоговорочными лидерами стали две улицы самого благоустроенного города России, Ставрополя. Это улица Доваторцев и Гражданская. Они набрали 19 баллов из 20 возможных. Первое впечатление о городе, когда въезжаешь в него, складывается по той дороге, по которой ты, собственно, в него и въезжаешь. Поэтому проверять город Ставрополь на хорошие или плохие дороги мы начнем с улицы Доваторцев. Вот она. Узнали ее? Это она. Ставрополь стал настолько благоустроенным городом, что даже туя очень вкусная. Лидером по качеству дорог в осеннем цикле нашей программы стал краевой центр. На втором месте Новоалександровск замыкает тройку лидеров село Грачевка. Средний результат показали дороги села Донского. А вот в Александровском, Железноводске и Невиномысске дела с дорогами обстоят плохо. И на данный момент по общему балу они уступают всем остальным. Ну что же, вот таким получился 2016 год для всех дорог Ставропольского края. Не для всех, бля. Ну что же, вот таким получился 2016 год для Ставропольских дорог и для нашего проекта «Эх, дороги у в дороге». Еще немного статистики. За время съемок мы успели проверить 4 улицы Ленина, 3 улицы Гагарина, 3 улицы Калинина, 2 улицы Садовых. Остальных улиц было по одной, но название улиц, как показывает практика, никак не влияет на качество дорог. Ну что же, а всем водителям и пешеходам мы желаем на дорогах только вот таких знаков и только вот такого настроения в наступающем 2017 году, с которым мы, вся наша съемочная группа, спешит вас поздравить. Это была программа «Эх, дороги, ух, дороги». Увидимся с вами уже в новом 2017 году. Хороших вам, а главное, ровных и удобных дорог в наступающем году. Всех с Новым годом, друзья! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин